На набережной Барнаула с удовольствием бы прогулялись вечером, да комары не дают. Вот такую фразу слышала недавно. Причем еще пару недель назад насекомых на территории города практически не было. Что вновь стало причиной их активного размножения? Кто должен контролировать численность кровососущих и можно ли избавить совсем город от комаров? Этот вопрос адресуем сегодня Ирине Кудряшовой, доценту кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского госуниверситета. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в прошлом году комаров было настолько много, что кто-то из горожан собирал подписи под петицией с просьбой их потравить. Этим летом вначале казалось, что комаров нет вообще, лето бескомаринное. И вот новый всплеск, что случилось? Ну я должна сказать, что прошлый год был не самым комариным. Мне приходилось наблюдать такие ситуации, когда весь город не выходил из дома без зеленых веток и стоять на остановках было невозможно. В прошлом году, согласитесь, подобного не было. Только, возможно, местами. Что касается этого года, то действительно комары вылетели как минимум на три недели позже. И связано это было с тем, что в этом году была совершенно сухая пойма. По-видимому, в прошлом году водоемы пойменные пересохли, а в этом году повод был низкий, они не заполнились. Вот на правобережной пойме, куда мы ходим со студентами на практику, мы с удивлением в начале июня увидели, что очень многие водоемы просто пересохли. Комарам негде было развиваться. И вот благоприятные условия. А вот сейчас начались дожди, сейчас пошла вторая волна паводка, специалисты говорят, что он высокий. И, соответственно, эти временные водоемчики заполнятся водой, и наступит комариный рай. Как вы думаете, вообще реально избавить, ну если вернуться к той самой петиции прошлогодней, город от комаров? Возможно ли взять, потравить и все? Теоретически возможно. Но, во-первых, я думаю, что это будет совершенно неподъемно для городского бюджета, это очень дорогое удовольствие. А во-вторых, не следует забывать, что те вещества, которыми травят комаров, для них они, конечно, смертельно опасны, но для нас они тоже небезопасны. Они относятся к веществам со средним, так сказать, уровнем опасности и имеют накопительный эффект. То есть, если мы травим комаров, то мы, во-первых, получаем то, что вот эти яды будут скатываться в водоемы, тем более, если мы водоемы обрабатываем. А во-вторых, они окажутся у нас в организмах. А мы и так, в общем-то, имеем очень сложную проблему с тем, что на нас воздействуют всякие опасные вещества. Так вот как на нас-то это может отразиться, эти препараты? Ну, видите ли, сложно сказать, как они на нас будут отражаться, потому что каких-то очень таких длительных детальных исследований, которые, допустим, проходили в течение десятилетий, чтобы оценить эффект их воздействия на человека, конечно, нет. Ну и правильно понимаешь, что необходима будет повторная обработка после дождя, предположим? Разумеется, если вы обработали, а через день пошел дождь, то качество этого воздействия снизится. То есть я не говорю, что нужно будет сразу же обрабатывать, все равно какой-то эффект сохранится, но он будет гораздо меньше ожидаемого. Ну а в других странах как обстановка? Ведь вот недавно я вернулась из Китая, там комаров вообще нет, тропики, казалось бы. Опыт изучали? Ну, в других странах ситуация несколько иная. Там, конечно, тоже с комарами большие проблемы, но, во-первых, был период, когда очень большие средства выделялись для борьбы с комарами. В нашей стране тоже был такой период, тогда у нас нефтевали водоемы. Вот есть такой способ нефтевания, когда водоемы выливают этот продукт, и, собственно, он покрывает очень тонкой пленкой поверхность воды, и личинки комаров задыхаются. Они дышат, прицепившись к поверхностной пленке. Вот. И у нас, в общем-то, в 60-е годы численность комаров, особенно опасных комаров, таких как малярийные комары, она резко снизилась, и малярия перестала быть серьёзной проблемой. Вот. И в других странах, по-видимому, использовались и другие препараты, и финансирование было другим. То есть на каком-то этапе они резко снизили эту самую численность, а потом теперь они её поддерживают. А поддерживать её можно... Вот я смотрела программы, так сказать, борьбы с комарами, которые в разных странах приняты. Там, во-первых, есть специальные ассоциации, которые этим занимаются, и они ведут очень широкую пропагандистскую работу. И номером первым во всей этой программе стоит, так скажем, уведомление населения о жёсткой необходимости контролировать открытые источники воды. А такими источниками могут быть и вёдра с водой, и тазики с водой забытые где-то там на несколько дней, и садовые бочки, и садовые баки. В общем, любые источники. Или оставленная, например, после пикника какая-нибудь там консервная банка, или свалка шин, в которой тоже задерживается дождевая вода. Все эти микроводоёмы, они являются прекрасным местом для выплата комаров. То есть, получается, по сути, в их размножении мы сами и виноваты. По большей мере, да. И чтобы численность сократить, мы, если сейчас всем миром в Барнаульце возьмёмся, избавим свои сады, не знаю, от вкопанных бассейнов. От них не надо избавляться, а их надо просто закрывать. Ну, а вот если в город всё же возвращаемся, садовый участок – это история одна. Это твоя территория, ты её можешь обработать там и как бы за своё здоровье. Сам тоже думай. А в городе, если уж не всех ликвидировать комаров, то как-то численность сократить? Вот можем? Что сделать-то? Ну, собственно говоря, у нас этим и занимаются, но занимаются на небольших территориях, как-то локально. Это, наверное, частники, да? Это не имеет большого эффекта. Ну, вот у вас там в вашем сквере или в вашем парке не будет комаров, а рядом они будут. И, в общем-то, это не… Ну, то есть мы можем как-то локально только от них избавиться, например, потравить парк? Ну, в общем, да. Мы можем теоретически обработать пойму, но это, я думаю, будет очень финансово затратно. Да, да, да. На информационных сайтах появилась информация, что на Алтай попал азиатский тигровый комар. Это правда? И чем он напасен? Я проследила источник этой информации. Об этом говорила доктор биологических наук Людмила Комарова, известный специалист по этой группе. Говорящая фамилия. Да, да. Вот. И я полагаю, что это достоверная информация. То есть, и более того, в общем-то, ничто не препятствует этому комару появиться у нас в связи с очень таким сильным развитием миграционных процессов. Мы все ездим отдыхать в Таиланд, у нас летают туда самолеты и в другие места, и комары могут перелетать, допустим, даже с вещами туристов. То есть в чемодане, да, его привезли? Грубо говоря, в чемодане или в салоне самолета вполне могут перелететь. У нас же, в общем-то, летом они будут себя чувствовать вполне себе комфортно, но вопрос, выживут ли они зимой. Это все-таки тропический вид, тигровые комары. Так, ну чем они отличаются, тигровые комары, от наших привычных? Ну, на самом деле, комар, он и есть комар. Название тигровый, оно означает, что у него характерная окраска, черно-полосатая, да, действительно, но он является одним из видов рода. Эдос кусака, у нас этих кусак своих 17 видов, ну, то есть еще один добавляется. Ну, он чем-то опасен для нас или так маленький укусик и все? Нет, конечно. Тигровый комар, в общем-то, достаточно опасен, потому что он является переносчиком серьезной инфекции. Ну, например, того же вируса Зика сейчас доказано, что они могут передавать этот вирус Зика. Но другой вопрос, может ли в организме этого комара этот вирус достичь инвазионного состояния в наших сибирских условиях. Но вообще предполагается, что даже если речь идет о вселенцах, таких как тигровый комар, они пока не представляют серьезной опасности, если у нас кардинально не поменяется климат в сторону потепления. То есть, в принципе, можно сказать, что для человека эти насекомые только неприятности, все, какой-то там вред здоровью они не наносят. Или бывают случаи? Нет, вообще-то комары являются переносчиками огромного количества заболеваний. Есть такая группа арбовирусов, которые переносятся членистоногими. Вот комары переносят порядка 180 таких вирусов. Но помимо вирусов они могут переносить и других возбудителей. Самое известное, это, пожалуй, малярия. Это заболевание вызывает простейшее называемое малярино-плазмодий. У нас, кстати, есть виды рода анофилис, которые способны переносить малярийного плазмодия. И даже имеются единичные случаи заболевания малярии людей, которые не выезжали за пределы края. То есть, действительно, они могут переносить такое заболевание. Но уже не тигровый комар. Комары могут переносить очень серьёзные заболевания, вызываемые круглыми червями. Так называемые филириозы. И, в частности, в Алтайском крае с 90-х годов начинают регистрируются случаи дирофилириоза. Есть такой паразит, дирофилярия рэппинс. Он, в общем-то, живёт в организмах собак. Раньше у нас в крае его не встречали, но вот с 94-го года стали появляться единичные случаи, когда после укуса комара у человека находили такого паразита, например, в глазу или под кожной жировой клетчатке, на спине и в других частях тела. А как распознать, что это именно этот вирус, какие-то симптомы? Это не вирус, это червь. Это длинный, нитевидный червь, который... Но он должен каким-то образом же беспокоить человека, чтобы он понял. Да, я вам пытаюсь это объяснить. То есть во взрослом состоянии он, в личиночном он обитает в крови, почему комар может передать, когда он сосёт кровь у больного животного или человека, а потом сядет на вас. А взрослая стадия, она перемещается по организму, уже выходит из кровяного русла и локализуется в разных местах. Ну, чаще всего, допустим, в глазу, на ногах, на спине, в виде такой опухоли. И происходит её изъязвление на последних стадиях, и получается такая дырочка, через которую видно тело червя. Вот. Ну, хорошего, конечно, мало, но излечимо. Ну, вот единичные случаи, я знаю, наши медики регистрировали дирофилериозы. Всё же возвращаемся к репеллентам, потому что без них, видимо, никуда. Вот сейчас мой ребёнок отдыхает в лагере, я уже второй флакон привезла. А есть ли смысл их использовать, и насколько они, вот эти современные препараты, безопасны? Смысл их использовать есть, но надо понимать, что следует обращать внимание на состав репеллента. Вот сейчас очень много всяких разных веществ, так сказать, предлагается торговыми сетями. Но, как показывает анализ, всё-таки наиболее эффективным в наших, по крайней мере, условиях остаётся старый, добрый, так называемый ДЕТА, диэтилтолуамид. Его в своё время, в 50-х годах, изобрели американцы для армейских нужд. Но оказалось, что это вещество очень хорошо действует на комаров, отпугивает их. И, в общем-то, сейчас он крайне широко распространён. Но надо только понимать, что эффект воздействия ДЕТА будет в том случае, если его содержится, ну, скажем так, около 30%. У нас в России больше нельзя, в других странах разрешается и больше. Для детей у нас, конечно, гораздо меньше содержания допускается ДЕТА. Вот. Но тогда и менее эффективен этот препарат. Ну, то есть те вещества, которые рекомендуются, используются, точнее, для борьбы с комарами. А народные методы наверняка ведь уже есть. Я вот знаю, ванилин, по-моему, да? Я один раз не могла даже в магазинах найти, потому что его весь скупили. Ну, ванилин больше действует на мушек, а не на комаров, да? Вот. Ну, чисто народные средства – это, конечно, берёзовый дёготь. Это различные эфирные масла. Это вьетнамский бальзам «Звёздочка». Хоть он не русского происхождения, но он насыщен эфирными маслами. Да. Но эффективность, конечно, этих народных средств настолько полыни, кстати говоря, настолько корней пырея. Ну, я не пробовала, не знаю. Ну, вот якобы это тоже эффективно. Но, тем не менее, народные средства, конечно, менее эффективны, чем препараты, выпускаемые промышленным путём. Ну, вот у нас буквально 40 секунд до окончания эфира. А когда закончится вот этот вот период размножения комаров или вот эта волна их очередная? Ну, у нас традиционно снижение численности комаров происходит в конце июля, в начале августа. Это связано с наступлением холодных ночей. Комары не выносят даже малейших заморозков. А также с массовым вылетом стрекоз, которые борются с ними как в воде, так и в воздухе. Спасибо вам за эту полезную и очень интересную беседу. Пожалуйста. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Кудряшова, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета. Продолжение следует...